Открывая заседание зампред регионального правительства, Анна Рослякова отметила по решению конкурсной комиссии, которая была принята 29 августа, к конкурсу допущено два претендента, исполняющие в данный момент обязанности главы города Елена Сорокина и заместитель главы администрации Пронского района Андрей Ильичев. Регламент выступления составляет до 15 минут. Далее члены комиссии могут задавать вопросы нашим претендентам. Заслушивали претендентов в алфавитном порядке. Первым словом предоставили Андрею Ильичеву. Среди приоритетов на ближайшие пять лет развития города он назвал создание комфортной городской среды, развитие пешеходных и зеленых зон, установку систем видеонаблюдения и комплексное благоустройство дворов. Что касается общественного транспорта, то Андрей Ильичев считает, что необходимо сохранить муниципальных перевозчиков, но в то же время внедрить экологичные виды транспорта, а маршруты адаптировать под потребности жителей. Также необходимо, по мнению Андрея Ильичева, обеспечить доступность социальных учреждений, органов власти и МФЦ. Рязань – город для людей. Вот основной принцип развития города Рязани. Именно человек и его потребности являются сердцем стратегии создания комфортного города. Рязанцев более полумиллиона. Все они разные и все они живут в одном городе. Исполняющая обязанности главы города Рязани Елена Сорокина начала свое выступление со строчек Пастернака «Во всем мне хочется дойти до самой сути». Она считает, что Рязань должна занять достойную позицию среди других городов России, позитивно восприниматься и жителями, и гостями. До 2023 года в нормативное состояние необходимо привести свыше 40% дворовых территорий. Ремонт дворов должен быть комплексным, межквартальным, с устройством проездов, парковок, наружного освещения, зон отдыха и мест сбора отходов. Обязательно с учетом мнения жителей. В конкурсе на пост мэра Рязани Елена Сорокина получила от комиссии 9 баллов и первое место. У Андрея Ильичева второе место и 18 баллов. Согласно правилам, чем меньше баллов, тем выше рейтинг. Обе кандидатуры будут представлены в Рязанскую городскую думу. Решение о назначении будет принято тайным голосованием на внеочередном заседании, которое состоится 10 сентября. Дина Исляева, телекомпания «Город».